И перейду к темам криминальным. Накануне в Кизеле пожарные спасли из горящей квартиры троих человек. Подробности жаркого происшествия расскажет Анастасия Шерстобитова в патрульной рубрике. Здравствуй, Настя, слушаем тебя. Спасибо, Женя. Все случилось вечером. 1 февраля в Кизеле загорелась квартира на четвертом этаже в пятиэтажном доме. Незамедлительно на место возгорания выехали три пожарные машины и семь единиц личного состава. Спасатели вывели людей из задымленной квартиры. В помещении был 30-летний мужчина и двое его детей 2 и 4 лет. Оказалось, что в кладовке загорелась подушка. Возгорание быстро устранили, пострадавших, к счастью, нет. Сейчас по этому случаю проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины возгорания. Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям соблюдать требования пожарной безопасности при использовании открытого огня, эксплуатации электрических приборов и печного отопления. А вот в Чайковском неизвестный мужчина выхватил у женщины сумочку. На преступление его натолкнула нечистая сила, как говорит он сам. Возле одного из домов грабитель выхватил у 81-летней пенсионерки сумку, а после убежал в неизвестном направлении. Поживиться удалось немногим, ведь в кошельке было лишь 550 рублей. Но этого хватило, чтобы купить алкоголь. Об этом рассказал подозреваемый, 50-летний житель Чайковского, когда его задержали оперативники. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Следующий герой в нашей рубрике – житель Гранозаводского района. 45-летний нетрезвый мужчина находился в гостях у своей знакомой. Между двумя мужчинами произошла ссора и потерпевший, не стесняясь в выражениях, оскорблял обидчика. В ответ обвиняемый наносил удары руками по голове, от этого потерпевший скончался. 45-летний мужчина, можно сказать, убийца со стажем. Ранее он уже привлекался к ответственности по 105 и 111 статьям Уголовного кодекса РФ. Как сообщает СКР по Пермельскому краю, уголовное расследование завершено и направлено в суд. И в завершении хотелось бы напомнить о безопасности на дорогах. Вариантность ДТП в зимний период высокая, поэтому автолюбителям и пешеходам необходимо быть всегда на страже. Накануне в соцсетях появилось такое видео. На березняковских дорогах водитель ведет себя крайне агрессивно. Страшно представить, чем может закончиться такая езда.